Дорогие друзья, сегодня я решил продолжить топ 100 чудеса света и выпустить третью часть. Честно признаюсь, решил я это сделать из-за неожиданного интереса к первой, да и ко второй части. Видео уже приближается к 10 тысячам просмотров, и это приятно. Да и расширить свой кругозор всегда полезно. Поехали! Если на земле есть рай, значит это непременно Мальдийские острова. Даже не верится, сидя и смотря в окно осенью и своей советской панельки, что есть на свете такие места на земле. За окном слякотно и сыро, а на картинке в мониторе солнечно, тепло и красиво. Слава богу, за окном весна, и это понимает настроение, не правда ли? Так вот, это знаменитые Мальдивы, что в них вообще примечательного? Не считай, что это рай на земле. Официальное название Мальдивская республика Дивехи Раджеге Джамухария, государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане, находящейся к югу от Индии, столица город Мали. Первое, что примечательно, это климат. Температура воздуха никогда не опускается ниже плюс 17 градусов с января по февраль и никогда не поднимается выше плюс 32, с апреля по май. Второе. До восьмого века Мальдивы исповедовали буддизм, но в 1153 году на Мальдивах высадился прибывший из Тибриза один из арабских проповедников ислама, и вскоре все население приняло ислам. Сам проповедник провозгласил себя султаном по имени Мухаммад Аль-Абдалла и стал основателем династии, долгое время правившей на Мальдивах. Третье. Мальдивы имеют свою валюту под названием Руфи. 100 баксов это 1500 Руфи. Четвертое. Абсолютное большинство жителей Мальдив неграмотные. Да и нахрена им энта школа, когда вокруг такая красота и вода как барное молоко. И это абсолютная правда. Температура воды в июне 29 градусов. Как пишут многочисленные туроператоры, окунуться в такую воду не просто наслаждение, а полнейшее расслабление и ощущение пребывания в параллельной реальности. Ох, ну и напишут же. Пятое. На Мальдивах запрещен алкоголь. Если вы решили схитрить, бесполезно. В аэропорту вас досмотрят. И если находят хотя бы одну бутылку, вас ждет неминуемое наказание. Розги и с позором отправляют обратно. Шутка. У вас ее просто изымут. Так что если не хотите поить работников аэропорта на халяву, не берите бухло. Но мальдийцы, как все жители курортных островов, очень хитрые. И если на суше продавать нельзя, значит можно на воде. Добро пожаловать в водные бары. Ну и последнее. В 1558 году столицу Мали захватили португальцы и построили там форт. Однако уже в 1573 году мальдивцы уничтожили и изгнали португальцев. Затем на архипелаге попытались закрепиться голландцы. Также безуспешно. В 1887 году Британия установила свой протекторат над Мальдивами. Но уже в апреле 1964 года мальдивцы сбунтовались против британского правления. Бунтовщики разрушили аэропорт и осадили резиденцию британского администратора. 26 июля 1965 года Британия предоставила Мальдивам независимость. Но зачем вам это знать? Главное, это чтобы посетить Мальдивы, вам не нужна виза. И если у вас есть лишние в кармане пара сотен тысяч рублей, то велкам. Потому как поездка на эти райские острова на двоих вам обойдется примерно от 150 тысяч рублей. А если бизнес или люкс, называйте как хотите, готовьте приблизительно миллион рубликов. Но это все буржуйские замашки. Настоящему суровому жуку, наверное, неинтересно парить свои телеса в бирюзовой жиже. Нам давай суровый отдых, чтобы нос отмерз. И впечатление не на пару недель, а на весь год. Есть такие места на земле? Конечно. И они у нас под боком в России. Всего-то от Москвы 8 тысяч километров. Охренеть. Добро пожаловать. Аймекон – это самое холодное место на земле, где постоянно живут люди. Село расположено на востоке Якутии, на левом берегу реки Индигирка. По данным Росстата, в 2012 году постоянно на полюсе холода жило 512 человек. Большинство из них – оленеводы, скотоводы и рыбаки. Инфраструктура в Оймакане вполне городская. Тут есть магазины, пекарня, детский сад, школа, музыкальная школа и отделение банка. Средняя температура самого холодного месяца в году, января, составляет здесь минус 46 градусов по Цельсию. Самая низкая температура, которая была зафиксирована в северном полушарии, была отмечена именно здесь. Официальный рекорд составил минус 71,2 градуса по Цельсию. По данным неофициальных источников, в 1916 году столбик термометра опустился до отметки минус 82 градуса. Летом здесь стоят белые ночи, а в зимний период длина самого короткого дня чуть более 4,5 часов. Правда, с учетом резкоконтинентального климата, лето тут относительно жаркое. Средняя температура июля плюс 15 градусов. Абсолютный максимум составил 34,6 градусов по Цельсию. Чем вам не Сочи? Земледелием из-за агрессивного климата тут заниматься, конечно же, невозможно. Овощи и фрукты завозят авиации, реже наземным транспортом. Представьте теперь, сколько там стоит килограмм яблок. Взлетно-посадочная полоса работает только летом. У Оймакона есть конкурент на название самого холодного места. В Верхоянске зафиксированы близкие показатели средней температуры в январе и абсолютных минимумов. По неофициальным данным, в 1938 году в поселке было минус 77,8 градусов по Цельсию. Для сравнения, на антарктической станции Восток была отмечена самая низкая температура на Земле – минус 89,2 градуса по Цельсию. Однако, станция расположена на высоте 3488 метров над уровнем моря. И если привести оба температурных показателя к уровню моря, то самым холодным местом на планете будет признан Оймакон. Разница температур летом и зимой доходит до 104 градусов по Цельсию. По этому показателю Оймакон занимает одно из первых мест в мире. Странно, что не первое. От 213 до 229 дней в году в Оймаконе лежит снег. И последнее. Удивительно, но на языке местных жителей оленеводов название села Оймакон переводится как «незамерзшая вода», потому что рядом находятся горячие ключи. Никак не ожидал встретить это слово в описании Оймакона. Горячий. А с вами был Владимир и ТОП-100 самых удивительных мест в мире. Пока. Если тебе видео понравилось, поставь лайк. Если ты на меня не подписан, подпишись.